Рекламная акция В широком смысле акция – это один из видов рекламы. Ее основная цель – это привлечь внимание определенной категории клиентов, построить доверительные отношения с потенциальным покупателем, повысить лояльность и тем самым повысить спрос на тот или иной продукт. Мы часто видим, слышим рекламу, везде говорят о скидках, бонусах, акциях. Насколько можно доверять маркетологам, на какие ухищрения они идут и действительно ли все это работает? Да, действительно, Антон, на сегодняшний день на рынке много всевозможных предложений и это легко объяснимо. Конкуренция в нашем сегменте очень высока и естественно, что каждый борется за своего клиента. Но на самом деле случаев откровенного обмана покупателей в рекламе застройщиков, по крайней мере в последние годы, не наблюдается. Тем более, что в нынешней ситуации застройщики не хотят рисковать своей репутацией ради того, чтобы провести одного-двух клиентов. Клиенту всегда нужно обращать внимание на условия акции. Нередко их пишут мелким шрифтом и поэтому не поленитесь и прочитайте все, что там написано, прежде чем совершаете покупку. К билборду с лупой не подойдешь, не у всех отличное зрение. Есть ли конкретные примеры, что обычно пишут мелким шрифтом, который практически не прочитаешь? Как правило, там размещается информация, которую застройщик обязан указать по закону. Если, допустим, это совместная акция с банком, то здесь сразу возникает очень много нюансов. Необходимо указать как минимум лицензию банка, ну и, конечно, полные условия акции, а их иногда немало. Так, допустим, льготная ипотечная ставка может действовать только несколько первых лет выплат, а не весь срок кредитования. Либо скидка застройщика действует на ограниченный ассортимент квартир. Об этом по закону рекламы застройщик обязан предупредить клиента в мелком шрифте. Скидка может предоставляться, допустим, на квартиры с менее привлекательными характеристиками и наоборот на очень большие квартиры. Стоит также обратить внимание, что почти всегда в качестве рекламного хода используется минимальная цена квадратного метра. Чтобы выглядеть эффектнее, да, на фоне остальных? Конечно. И, естественно, что по закону рынка это, как правило, цена на самые большие квартиры. Если не ошибаюсь, эту информацию всегда сложно прочитать и иногда ее еще сложно очень распознать аудиально, поскольку дикторы ее по радио или по телевидению быстро тараторят. Да, есть и такой момент. Иногда бывает даже, что застройщики лукавят также в акциях с подарками дополнительных комнат. Допустим, один из застройщиков дарил в качестве дополнительной комнаты... Дарил в кавычках? Естественно. Дарил фактически трехметровую кладовку. Но неужели на рынке все так грустно, везде обман и ни одна акция не работает? На самом деле есть много работающих акций, особенно это касается сезонных предложений, допустим, в летний период, когда традиционно многие сферы бизнеса испытывают так называемое затишье. И это понятно, многие люди уезжают отдыхать. Но вот к августу они возвращаются и, естественно, активно возвращаются в том числе и к вопросу приобретения недвижимости. Крупные девелоперы также часто применяют различные скидки в праздничные дни или, допустим, ко дню рождения компании. Если акция подразумевает совсем небольшую скидку, она в любом случае стимулирует покупательский спрос. А вот уже придя в офис, клиенту можно предложить более достойный, возможно, более подходящий ему вариант. Однако, всегда следует помнить, что экономика современного строительства такова, что фактически все застройщики находятся в сравнительно схожих условиях. И поэтому слишком привлекательное предложение обязательно должно насторожить потенциального покупателя. Как правило, громкие заколовки ставят своей целью только одно – привлечь внимание клиента, спровоцировать звонок и получить контакт. И не обязательно речь идет о прямом обмане. Бывает и такое, что самые простые и обычные условия могут преподноситься как нечто особенное. Так, допустим, была акция, где предлагалось приобрести квартиру за 600-700 тысяч рублей. Казалось бы, действительно громкий заголовок. Но на самом деле такая стоимость квартиры складывалась за счет вычета материнского капитала. И по факту, если прибавить стоимость материнского капитала, то мы получаем обычную стоимость квартиры. При этом еще и акция, оказывается, действует только на очень ограниченный сегмент покупателей. Но это уже возвращаясь к вопросу о мелком шрифте. Конечно, ни один застройщик не будет работать себе в убыток. Поэтому все скидки на разные виды акций и специальные условия по ипотеке зачастую заложены в стоимость квартиры. Но на рынке недвижимости существует и другой честный подход, без наценки. Тогда акции чаще всего связаны с партнерскими программами и финансируются за счет зачета рекламы. Так, например, у нас в жилом комплексе «Цветы» реализованы подарочные акции на кухонные гарнитуры, путешествия, фитнес. А для новоселовых девелоперов столицы Нижней от М-Видео предоставляется подарочный сертификат на покупку техники с выгодой до 20%. Будьте внимательны, в выгоде оказывается тот, кто отслеживает цены. И если скидка и специальные предложения вызвали рост стоимости квартиры, это уже условная акция, без выгоды. Для того, чтобы глубже разобраться в теме, мы опросили людей на улице и узнали, как они реагировали на громкие обещания о разного рода скидках. И самое главное, совпали ли их ожидания с действительностью. В прошлом году покупали квартиру, и застройщик предложил скидку. Очень выгодное предложение оказалось, и нам это помогло сэкономить очень денег. Ну, достаточное количество денег смогли там купить сразу кухню. Предлагали не скидку, предлагали в подарок входную дверь. Но обманули, пришлось покупать самим, поэтому лучше не верить. Я считаю, что это все включено в стоимость. То есть выгоды никакой нет? Нет, это удобно, безусловно. Например, те, кто не хотят что-то делать, они могут сразу же приобрести с отделкой, допустим. Это удобно. Но все равно они как бы не экономят на этом или экономят? Мне кажется, экономят. Мы же понимаем то, что уровень цен напрямую зависит на квартиры, от тех подарков и бонусов, которые они предлагают. То есть для меня больше приоритет, наверное, была бы цена. Ирина, предлагаю подвести некий итог. На что же все-таки стоит обращать внимание в первую очередь, чтобы приобрести квартиру с выгодой? Антон, из всего вышесказанного можно выделить несколько важных правил. Во-первых, настоящая скидка на квартиру редко превышает 5-10%. Скидка большего размера должна насторожить потенциального покупателя. Обязательно необходимо уточнять, на какие именно объекты распространяется акция. Чаще всего в акциях участвует не весь ассортимент квартир. Допустим, в жилье эконом-класса в акции чаще всего попадают 4-комнатные квартиры. Ну и, конечно, не забывайте про сезонные акции от застройщиков. Другими словами, доверяй, но проверяй. Ирина, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Теперь мы точно знаем, какой информации стоит доверять, а какую лучше пропустить мимо ушей. Это была программа «План Горда». В студии работала Антон Ганин. До встречи в эфире.